Первое, если по пунктам заявления народного депутата, первое, с чего началось, генеральный директор компании Антену Украины является помощником народного депутата от другой политической силы. Значит, естественно, мы среагировали тоже на эту информацию, открываем сайт Верховной Рады, заходим, мы не находим данную фамилию в списках помощников народного депутата. Ну, то есть, что дальше комментировать? Его нет. Генеральный директор компании Антену Украины Розов Андрей Игоревич, заходим на сайт, упомянутых фамилий народных депутатов, нет их. То есть, проверили даже полностью по всем другим народным депутатам, нет такой фамилии в помощниках народных депутатов. Ни по срочному трудовому договору, ни на общественных началах. Ну, как бы вопрос был снят, комментировать нечего. Второе, компания Антену Украины связана с кипрскими офшорами. Ну, давайте смотреть вопрос не по сути, а давайте вопрос смотреть по действующему законодательству. Кипр – это член Евросоюза, это Евразома. На территории Евразомы отсутствуют какие-либо офшоры, это раз. Во-вторых, в структуре бизнеса компании Антену Украина присутствует кипр. Это структура бизнеса иностранной компании. Иностранная компания Антену Бельгийская. Четко можно это по документам посмотреть. Значит, она является совладельцем компании Антену Украина. Сейчас. Можно посмотреть это по структуре бизнеса компании Антену Украина. Можете глянуть этот документ. То есть, там обозначены все соучредители данной компании. Значит, из этих соучредителей, конечными бенефициарами данной компании являются семья Антену, это Джули Дену и Ян Дену. И две компании, которые были зарегистрированы на Кипре, это компания Медит Консорциум, Дренджер Компани Лимитед, который, кстати, приезжал к нам на переговоры официально в администрацию Порта Южного Компания, которая специализируется на морском и гидротехническом строительстве на официальном сайте МПУ. Есть это. И частная компания Харвард Инвестернс Лимитед, тоже зарегистрирована на Кипре. Конечным бенефициаром, согласно справке юридической, является Джованни Скориво, гражданин Италии. Гражданин Италии, значит, властной компании Медит Консорциум Дренджер Компания, зарегистрирована в Италии. То есть, о каких офшорах ведется речь, ну, то есть, скажем так, тут вообще трудно комментировать. Кипр не офшор, и тут очень трудно комментировать. То, что компания Ян-Дену Украина, скажем так, получила изменение собственника в структуре бизнеса в виде трех компаний, в которых присутствует семья Ян-Дену, вы знаете, Ян-Дену, это семейный бизнес крупный, и в виде итальянской компании по гидротехническому строительству. Ну, это, скажем так, внутренняя хозяйственная деятельность данной компании. Скажем так, мы же не можем, скажем так, влиять на этот вопрос, если даже у нас в действительности законодательства Украины написано, мы не имеем права вмешиваться в деятельность субъекта хозяйственной деятельности. Здесь, в данной ситуации, мы четко промониторили структуру бизнеса данной компании, мы не нашли никаких, каких-либо коррупционных составляющих, или даже наличия офшоров. Вот, объективно смотря на информацию, что дальше, ну, как дальше комментировать эту информацию. По сути, никакой сути не меняется. Ну, вот есть закон, он четко прописан, что офшорами является, что не является офшорами. Не является офшорами.